Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Ну что, сделаем честный обзор на объекта 274А. На данный момент эту среднюю машину 8 уровня премчик можете приобрести себе за 6500 в магазинчике в составе набора, но набор в принципе скудненький. 37 звоночков для ивента, который сейчас идет, есть слот в ангаре, но по другому машину не поставите, но и открытое все оборудование. Где-то порядка 2 миллионов серебра сможете сэкономить, ну и в принципе на этом весь набор заканчивает. То есть по большому счету за 6500 абсолютно голая машина. Ну и что вам хочется отметить сразу. Машина в принципе, я бы сказал, не выдающаяся практически ни в чем. Если вы посмотрите, допустим, на орудие, то 194 миллиметра пробития, не сильно хорошо. Что касается альфы, то для среднего танка довольно-таки нормально, 310. При этом, ребят, время перезарядки 9,5 секунд с учетом установленного оборудования, но поставлено-то у меня на пробитие, а не на досылатель. Потому что если играешь без пробития, то совсем-совсем худосочно получается. Ну и что касается времени сведения разброса, это все будем заценивать с вами непосредственно в самой катке. Угол склонения орудия вниз, минус 7. Порой доставляет неудобств, но в целом терпимо, в целом нормально. Что касается брони по машине. Броня здесь есть только частично в башне, и то благодаря приведенкам. В целом, ребят, плохо забронированная машина, с приведенками все очень круто. А вот если будут ловить прямую проекцию, то понятное дело, что будут пробивать. То же самое касается и огромного. Просто огромного вот этого вот верхнего бронелиста, нижнего бронелиста. И сюда даже выцеливать не будут, просто будут бросать на обум, и поверьте, будет залетать. Что касается бортовой кормы, тоже особо рассказывать нечего. Поэтому машина, я бы не сказал, что относится к особо живучим. Да и выжить на ней, в целом, ребят, поспособствует только правильное, вовремя принятое решение. Не уезжать от своих союзников и где-нибудь, находясь за первой линией, которая будет ехать перед вами, накидывать периодически свой урон. По пробитию, как я говорил, 185. Если поставить на досылатель, ой, господи, на калиброванные снаряды, а не на досылатель, то будет 194. И это плюс-минус хоть как-то там где-то спасает. Потому что, как видите, огромное количество машин есть на уровне, которые пробивают гораздо лучше. Что касается Альфы в 310, она не намного круче, чем у тех ребят, которые ниже нас. Ну а те, которые выше нас с Альфой в 400, в 350, то в целых им, ну я бы не сказал, что слишком много на уровне, хотя порой встречаются. Вообще, на уровне огромное количество премиумных и проходных машин, поэтому найти прям какое-то подобие очень сложно. Но первое, что бросается в глаза, это орудие на такой машинке, ребят, как Титан 54D. Вот если вы переставите здесь вот так вот, тоже на пробитие, то обратите внимание, что абсолютно тот же самый ДПМ, та же самая Альфа, время перезарядки. Короче говоря, ребят, практически то же самое орудие, не считая мелких брызг, а именно скорости полета снаряда и уровня пробития, который у Титана 54D немножко получше будет. Что касается подвижности, то подвижность довольно неплохая, сейчас в бою это заценим. А что касается доходности, то информации нет. Ну и самое главное, процент по победам. Здесь довольно-таки неплохой, 57,5%. Я не могу сказать, что меня это не удивляет, удивляет меня это очень сильно, с учетом того, что машина не сильно живучая. Может, с выживаемостью у нее есть какие-то проблемы, и при этом всем она крайне полезна команде для того, чтобы победить. Потому что, в принципе, больше нее имеют только трое товарищей. Это Химера, это АМХ-30 и это, ребят, СТРВ-81. Но данная машина на данный момент тестируется. Поэтому, поскольку ее в игре официально на данный момент нет, мы можем ее отсюда вот так вот убрать. Ну и, соответственно, тогда у нас здесь списочек станет гораздо-гораздо меньше тех ребят, которые имеют выше процент по победам. Ну что, друзья, все, что могли обсудить, обсудили. Давайте попытаемся выгнать данного товарища из ангара и заставить его показать на все, точнее, не так, все, на что он способен. Ну и, в принципе, заценим с вами, а способен ли он на что-либо. Гордо написано, что объект 274А леший. Насколько он леший, сейчас будем смотреть. Ну ладно, если смех отбросить, то его внешний вид действительно в этом каму крайне прикольный, крайне красивый, мне лично очень сильно нравится. Ну, как-то так вот интересненько выглядит машина. Ну что, поехали. Подвижность. Заявленная подвижность была довольно-таки неплохая. По факту, ну, едет, да и едет ничего выдающегося. Как я и говорил, в принципе, сам объект это ничего выдающегося. Вот чего-то кардинально, кардинально, ой, вырезался. Чего-то кардинально отличающего его от других в нем нет. Ну вот, знаете, бывают машины, у которых мега высокий ДПМ. Или, допустим, ультра-большая альфа. Или просто зашкаливающая какая-то неудержимая подвижность, с которой даже порой сложно справиться. Нет, ребят, этого всего в объекте вы не найдете. С другой стороны, может это даже и к лучшему. Потому что, как правило, когда есть существенное преобладание в чем-то, да, то есть преобладание, допустим, в той же самой альфе, то, как правило, это все сопутствует еще и тому, что здесь есть что-то существенно хуже. Допустим, там уступаешь в чем-то другом. В скудной бронированности, допустим, дело будет обстоять. Ну, короче, я за то, чтобы машины были максимально хорошо сбалансированы. Чем лучше сбалансирована машина, чем меньше у нее вот таких вот дисбалансных каких-то переворотов, да, тем лучше, тем легче она отыгрывается, тем комфортнее на ней, тем более она понятная. Ну, в общем, от этого и результативность, наверное, тоже будет существенно зависеть. Так, ну давай, едь там что-то. Я, типа, думал, ты там, Игл, подъедешь, типа, такой, слева. Сейчас как проскочу, как начну по нему разбрасывать. Смотри, вот я сейчас его отвлекаю. Жаль, ты меня не слышишь. Ладно. Давай, Игл, добирай его. Не хватит тебе немножко мощи, да? Ну, тогда я тебе помогу вот таким вот лаговым образом, пока перезаряжался. В целом, ребят, машина играется очень комфортно. Я не могу сказать, что она вас будет удивлять вот какими-то там мега-выдающимися результатами. Не будет удивлять вас там какими-то странными событиями в бою, когда вы, допустим, там, пробиваете того, кого мало кто пробивает, или наносите такой урон, которого вы сами не ожидали. Вот от него ты ожидаешь просто какого-то понятного, спокойного, интуитивно, абсолютно не удивляющего тебя геймплея. И в этом, наверное, его прелести состоит. Мне машина лично очень сильно нравится. Ты действительно можешь предугадать и, в принципе, понять, что сейчас будет происходить. Чего ожидать от данной машины? Чего ожидать от соперников? Какой результат у соперника будет после выстрела по тебе? И это помогает, ребят. Действительно помогает. Помогает побеждать, помогает наносить урон, помогает в первую очередь, ребят, получать удовлетворение от боев. Мне очень сильно нравится данный аппарат. Именно за вот эти вот качества я его и люблю. Ну как сейчас так произошло? Очень некрасиво было. Не хочу отдавать этот фраг. Сейчас даже вот так вот, наверное, как-то сделаю. Пожалуйста. Ну блин. Ладно. Спасибо тебе большое. Мне очень сильно хотелось его добрать, но пылающий тоже заслуживал того, чтобы взять себе еще один фраг в копилку. Может, не совсем спортивное поведение было с моей стороны, но жадность меня сейчас прям зажирала. Мне стало очень обидно, что я не попал по нему, когда на горку поднялся. Надо было немножко спокойнее себя повести. 1830 единиц урона, два уничтоженных соперника. Что касается результатов по фарму, то довольно неплохо. 53 600 за такие результаты боя. Я не могу сказать, что я был лучшим в этом бою, но свой вклад в победу я сделал. И, наверное, из-за этого у него и есть такой процент по победам, потому что ты действительно делаешь вклад в победу. И вклад в победу делаешь практически в каждом бою, даже если не занимаешь первое место в команде по урону. В конце концов, не первое место в команде по урону делает тебя победителем. Тебя победителем делает факт того, что ты делал что-то для того, чтобы твоя команда победила, и ты давал определенные результаты. И эти результаты на данной машине вы давать однозначно сможете. Покупать или не покупать, как обычно, решать вам. Мое же дело, ребят, показать машину такой, какая она есть на самом деле. Ну что ж, друзья, мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин